Однажды Владимир Путин решил выяснить, что о нем думают на самом деле россияне. Как опытный разведчик он тщательно заграммировался, нацепил на себя искусственную бороду и тяжелые очки, и в таком виде выходит, значит, на вечернюю улицу. Идет, значит, Путин инкогнито по улице и видит бар. Заходит, осматривается и замечает одинокого мужичка за столом, ну и подсаживается к нему. Выпили, поговорили за жизнь, и тут Путин спрашивает собеседника. А что ты думаешь про нашего президента Владимира Путина? Мужик смотрит по странам? И ты какой-то отвечает, значит? Я не могу тебе здесь сказать, что слишком много людей, пошли выйдем. Вышли, значит, на улицу. Путин снова спрашивает. Так что ж ты думаешь про Путина? Мужик снова смотрит по странам, отвечает. Не могу тебе здесь сказать. Слишком много на улице людей. Дальше пошли. Дошли, значит, до электрички, сели в пригородный поезд, вышли уже темной ночью на захолустной станции. Оттуда направились в самую чащу леса. И в конце концов Путин не выдерживает. Ну все, хорош уже. Тут на километры вокруг ни единой живой души. Скажи ты мне уже по-человечески, что ты думаешь про Владимира Путина? Мужик, значит, оглядывается и шепотом такой прикрыв рот. Он мне нравится. Ну вот, согласно опросам фонда «Общественное мнение», Владимиру Путину доверяют 76% россиян. А 78% хорошо оценивают его работу. Сегодня у нас будет видео, не такое, довольно легкое, ненапряженное. Мы посмотрим, что насчет «Общественного мнения россиян» думают сами россияне. Самая популярная социальная сеть в России, если не считать YouTube, это по-прежнему ВКонтакте. ВКонтакте, после того, как сайт отжали у его создателя Павла Дурова, конечно, постепенно умирает. Те золотые времена, когда я сам с помощью групп во ВКонтакте организовывал своих сторонников, ушли и, видимо, безвозвратно. Оппозиционеры все из ВКонтакте давно ушли, после всех очень широко разошедшихся историй о том, как он автоматически передает информацию о вашем комментарии прямо в полицию и об уголовных делах, таким образом застряпанных. Да и не только оппозиционеры, даже просто интересующиеся политикой люди ушли оттуда давно. Но тем не менее, сайт, на который по статистике ежемесячно по-прежнему заходит каждый второй россиянин, может умирать еще очень долго и счастливо. Ну, проведем небольшой эксперимент. Зайдем в крупнейшие паблики российских городов-миллионников, запостивших новости про соцопрос от Фома, и просто почитаем реакцию наших соотечественников. Во ВКонтакте есть функция сортировки комментариев под постами. Сначала новые, сначала старые или сначала интересные. Вот мы поставим фильтр «Сначала интересные» и постараемся отсеять всякие сомнительные профили, за которыми, может быть, нет реальных людей. Для начала, город, который невозможно покинуть — Омск. Крупнейшее городское сообщество «Омск-Лайф». Важно подчеркнуть, ни оно, ни какое-то другое сообщество, в которое мы сегодня заглянем, не является оппозиционным. Это все давно закрыли уже. Вот стандартный пост для подобного рода пабликов. В городе разбирают недостроенные здания. Вот старая фотография, свидетельствующая того, что Омск когда-то все же был зеленым городом с трамваями. Или вот, амич Василий Тропин, участник Великой Отечественной войны, отмечает свой 101-й день рождения. Кстати, присоединяюсь, если вы знаете Василия Афанасьевича, передайте ему мои искренние поздравления с днем рождения. В общем, перед нами не сборище предателей земли русской и не хлев со сворой хрюкающих подсвинков, а просто самый популярный в Омске новостной паблик. А вот и та самая новость. Фонд общественного мнения. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% граждан страны. Давайте посмотрим на комментарий. Наверное, я живу в другой стране. Дальше. А сколько человек-то опрошено было, исходя из их статистики? Вся администрация президента отвечает. А, ну все правильно тогда. Значит, так и есть. У нас же нет оснований не доверять Фому. Да и президент всегда с нами был честен и никогда не обманывал. А вот этот комментарий очень такой заметный. Он прям как из анекдота, который я вначале рассказал. Я вот доверяю президенту. Сейчас меня тапками закидают. Да, людей запугали уголовными статьями за критику путинской войны. Но вот по самому Путину топтаться простым пользователям пока еще вроде как можно. Риски существенно не изменились. Кроме того, если любой пост про так называемую спецоперацию призывает армию ботов с обеих сторон, то вот на новость про опрос Фома бот-фирмы реагируют уже не так активно. Или вообще не реагируют. Из жизни радостного Омска перенесемся в город суровых людей. В Челябинск. Самое популярное городское сообщество там называется «Наш Челябинск». Пост про уровень поддержки Путина. Комментарий. Опрошенных было 10 человек. Ответ на него. И те в администрации работают. Комментарий. Эти проценты нужно поменять местами. Ответ очень хороший. Чтобы поменять проценты местами, надо ходить на выборы. Дальше. Комментарий. Доверяю Путину, голосовал за него. Ответ соболезную. Примерно одинаковое количество лайков, а у комментариев и у ответа. Дальше. Мне кажется, что его, то есть Путина, самого опросили несколько раз, и он сам дал, значит, несколько ответов. Затем идет уже множество дискуссий. Есть прямо очень залайканные комментарии и в поддержку президента тоже. Мы глубоко погружаться не будем. Потому что один из пользователей прекрасно все там подытожил. Зачем в комментариях вы травите молодого и энергичного лидера? Вообще, далеко не все городские сообщества хоть как-то отреагировали на опрос фонда общественного мнения. Но вот есть реакция из Казани. Казань онлайн. Главный казанский паблик. Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает. Комментарии. Не стыдно такие лжерезультаты публиковать? Похоже, опрос был проведен в коридоре Думы. Это какое-то общее место. Все подозревают это. Дальше. Сделайте голосование под постом анонимное. И уверяю вас, вы сильно удивитесь. Видели уже, как доверяют ему. Он что, забыл, как люди выходили на улицы во всех городах и кричали, что он вор? Как радует, что, судя по комментариям, мы еще не до конца растеряли остаток рассудка. И, наконец, Волгоград. Так, ФОМ. Президенту России, ну, как обычно, доверяют 76% граждан страны. Этому фонду и в СИОМу пора фантастику снимать. Вы спросите, а как же Москва и Петербург? Дело в том, что мы договорились не заходить на заведомо оппозиционные страницы. Вот если взять Москву, то самое популярное городское сообщество, интересная Москва, вообще заблокировано на территории России. А если зайти на Петербург-лайв, который, видимо, заблокируют после сегодняшнего ролика, то это вообще песня. Так. Стихийный... Ну, сначала посты. Стихийный мемориал в памяти о жертвах Днепра. И вот в Днепре... Вот комментарии сразу. Мы вчера там были, принесли цветов, игрушек и свечи, стояли долго, наблюдали. Народ шел непрерывно. Некоторые даже с детками приходили, все скорбно молчали. Это не только соболезнование украинцам, но еще и способ выразить протест. Ну, самые основные комментарии. Так. По регионам собирают врачей для новых территорий. Минздрав просит региональных властей прислать врачей и местестер для работы на подконтрольных территориях. Первый комментарий. Пипец. У нас так на первичном звене такая острейшая нехватка медиков в Питере, что творится в провинции и вообще без мата не описывается. Нам эти новые территории нах не нужны? К слову, о Санкт-Петербурге. Вчера на моем канале вышел большой документальный фильм о блокаде Ленинграда. Обязательно посмотрите, если не видели. Фильм совершенно никак не привязан к текущим событиям. Там нет срывов покровов. Мы ориентировались на классические отечественные и зарубежные научные работы про блокад. Так вот, там под роликом каждый второй комментарий примерно такой. Если мы сами как народ это пережили, то как вообще мы могли повторить что-то подобное с другими людьми? Много комментариев про Мариуполь. Напомню, его объявили городом-побратимом Санкт-Петербурга. Как будто поиздевались над мариупольцами, которые страдали там от голода, холода и обстрелов. И многие люди у меня в комментариях указывают на то, что Путин вообще-то сам из семьи блокадников. Много риторических вопросов. Как ленинградец мог устроить блокаду Мариуполя? Как мог приказать зимой оставить без тепла, воды и света крупнейшие украинские города? Из вчерашнего видео особенно можно отметить вот этот комментарий. Он, по-моему, там самый залайканный, до сих пор первый висит. Мы проверили внимательно, он действительно написан реальным человеком. Написано там так. Я, пишет, житель блокадного Ленинграда. Сейчас мне 83 года. Живу в Петербурге. Осенью 41-го от бомбежки погиб мой отец, а зимой умерла бабушка. Нас с мамой эвакуировали уже дистрофиками осенью 42-го года. У Гитлера был план взять наш город измором. Напрашивается аналогия с войной в Украине. Постоянные бомбежки по мирному населению, чтобы оставить людей без света, воды и тепла. Я в ужасе от того, что происходит, пишет человек, переживший в Петербурге блокаду. С какими же блокадниками встречался Путин? Они же не могут одобрять эту преступную войну. Сейчас я хочу только дожить до победы народа Украины и знать, что понесут наказание, развязавшие ее. Эту войну. Вот такой комментарий. И напоследок давайте посмотрим фрагмент интервью с Александром Рудским. Вот уж человек совсем точно не наших взглядов. Не либерал и не демократ. Но вместе с тем он ветеран войны в Афганистане. Военный летчик, генерал-майор авиации, герой Советского Союза. Послушайте, что он говорит. И до завтра. Александр Владимирович, вы профессиональный военный политик, хозяйственник, герой Советского Союза. Давайте с вами поговорим о том, что вчера и сегодня Россия наносит удары по инфраструктуре Украины. А вам не кажется, как военному человеку, как летчику, что может быть с этого и нужно было начинать спецоперацию? А теперь смотрим, нанесли удар по городам, по ТЭЦ и все прочее. Перед зимой оставили людей без электричества, без воды, без газа. Без тепла. Без тепла. И без канализации, кстати. Да, это что, деноцификация? Это что? Вот думал кто-нибудь головой, планируя вот эту дурь. Думал ли кто-нибудь? А теперь вот давайте возьмем любого обывателя. Вот человек живет в квартире, у него там двое-трое детей. В квартире света нет, тепла нет, воды нет, канализации нет. И что, воспылает любовью к России и к российской армии? Скорее наоборот. Это, понимаешь, это намеренные действия, направленные против нас. Вот это вот кто спланировал. Это измена. То есть это настраивание людей против нашей страны, против нашей армии. Зачем били по городам, зачем били по теплоэлектростанциям? Зачем? Для чего? Субтитры создавал DimaTorzok